Сегодня я проснулась утром с настроением обсудить модные образы главных мировых трансэнтеров и выбрала за свою жертву Хейли Бибер. И я думаю, мы все знаем, что Хейли Бибер очень крута в сочетании трендов в одном образе, таким образом, чтобы это не выглядело наляписто, но с другой стороны, она просто берет и каждую вещь показывает на себе, как пример, как можно носить трендовые вещи, и при этом не выглядеть как пугало, которое нацепило на себя все самое лучшее, что было дома. Так что, если вам интересно, то поехали! Кстати, если вы новенький на моем канале, то очень попрошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк, потому что я начинающий видеоблогер и мечтаю добить до 1000 подписчиков. Так что я буду очень счастлива, если вы поможете мне с этим. Ну а для начала я раскрою вам два главных секрета Хейли Бибер, как сочетать вещи. И первый ее прием — это использовать одну яркую вещь, акцентную, в своем образе. Ну а второй прием — это общая цветовая гамма, но при этом экспериментировать с материалами и с кроем. Она очень любит сочетание кожи и шелка, и при всем этом она очень любит комфортные образы, и в основном, когда смотришь на ее лук, видно, что ей удобно в нем, что ей ничего не мешает, нигде не передавливает. Вот видно, что она чувствует себя в нем на все 100%. И несмотря на то, что она очень часто ходит на каблуках, ее настоящая любовь — это кроссовки Nike Jordan, которые просто потрясно выглядят, и они у нее есть во всех цветах. Так что я ей завидую немного. И первый образ, который мы с вами разберем, выглядит вот так вот. Мне, кстати, очень интересно, подбирала она его сама, или же ей помогала ее стилистка Мэйв Рейли, которая очень часто собирает ее образы. И больше всего мне нравится здесь кардиган, который в таком наивном стиле. Хейли тоже, видимо, помешалась на таком стиле, как будто ты девочка, которой 15 лет, и при этом с черными джинсами смотрится очень по-взрослому и очень дерзко. То есть, с одной стороны, вы такая миленькая, а с другой стороны, джинсы дают понять, кто тут босс. Очень классно смотрится здесь панама. Панама классическая, то есть Хейли решила не экспериментировать с патчворком или с круше, а выбрала такую обычную панамку, которая очень стильная, лаконично вписывается в ее образ. Вроде бы она, кстати, кожаная. Ну и, конечно же, яркий цветовой акцент, зеленая мешкообразная сумка. Я так предполагаю, что это ботега винета, но не уверена точно. Ну и, конечно же, мы тут видим, как можно круто сочетать кроссовки Nike Jordan. Они очень умело подобраны вот этой вот сумке. И сейчас я покажу вам образ, который собран из вещей вдохновленных. Вот этим вот образом Хейли Вибер. Это составил Vogue. И, по-моему, очень-очень умелая подборка. Вот такой вот похожий кардиган, но при этом как бы немного другой. Почти такая же панама, почти такие же джинсы. Здесь очень классные очки Saint Laurent. Эти джинсы из Acne Studio. Следующий образ, который я хотела бы вам показать, он более такой, знаете, дерзкий, очень такой сексуальный, но при этом благодаря вот этой вот сумке он все еще такой трендовый и интересный. То есть, если бы она была просто в коротком черном платье и в кожаном длинном пиджаке, это был бы такой образ девушки Джеймс Бонда, но поскольку вот эта вот зеленая сумка трендовая, то сразу же выдается то, что эта девушка следит за модой. И очень классно здесь выглядят вот эти вот босоножечки на небольшом каблуке с таким квадратным носиком. И мне кажется, это тоже делает этот образ не настолько вечерним, больше таким повседневным, но при этом сексуальным. Я думаю, вы понимаете о чем я. И на вот этой вот подборке мы сейчас видим вещи, которые подобрал, опять же, таки Вог, которые вдохновлены этим образом. Это платье из Twelve Stores, пиджак из Stout, платье из Twelve Stores, сумка Voteka Vignetta, немного другая, но, по-моему, тоже очень трендовая. Очень классный, кстати, фасон, как будто бы это такой мешочек, который вы сами завязали на узел. Мне интересно, вы слышите этих чай, которые у меня под окном летают? Не пугайтесь. Следующий образ, в котором я вот прям вижу себя, бегусь куда-то по делам в городе, в такой не самый жаркий летний день, это сочетание костюма с укороченным блейзером, с такой классной бейсболкой и с белыми кроссовками. И очень миленькая сумочка, кстати. Это идеальный аутфит, мне кажется, для офиса на лето. Если вам нравится вот такой вот стиль, ну, допустим, вы знаете, что вам будет жарко в таком костюме летом, то посмотрите себе какую-то похожую модель, только с шортами-бермудами. И в этой подборке образа похожего на тот мы видим такие классные кроссовки New Balance, такую интересную сумочку. Мне кажется, такую легко можно сейчас найти в масс-маркете. И мне, кстати, очень нравится... Можно потише? И мне, кстати, очень нравится сочетание вот такой вот колубой изумрудной кепки с такими большими серьгами-кольцами, которые сейчас очень в тренде, я думаю, все это заметили. Следующий образ — это такое яркое мини-платье, однотонный удлиненный пиджак и босоножки на завязках. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что все прям эти вещи сейчас на пике популярности, и Хейли как-то так их сочетает. Просто это пособие, как стильно сочетать тренды. И все дизайнеры в этом году нам говорят, чтобы мы не боялись сочетать разные оттенки песочного в одном луке, потому что это всегда будет выглядеть дорого и интересно. Чего не скажешь, кстати, про белые оттенки, потому что их очень сложно сочетать. В плане футболка у вас может быть белая, но при этом отдавать синевой, а брюки у вас могут быть белые, но отдавать такой желтизной, и сразу лук будет казаться более дешевым. Но вот про яркие цвета такого не скажешь. Их можно экспериментировать. Даже не яркие, а про другие цвета. Например, оттенки желтого, оттенки оранжевого, песочного. Их смело можно сочетать и комбинировать между собой. И в разных единицах гардероба, вот у Хейли мы видим такой ярко-морковный пиджак и песочного оттенка платья, с очень красивым, кстати, тут вырезом. И, конечно же, трендовые босоножки, которые больше похожи оттенком на такой коричневенький цвет. И желтая такая солнечная сумка, которая очень классно дополняет этот образ. Сумка Stout, платье Jack Muse. Но мне кажется, вы наверняка сможете найти какие-то альтернативы в масс-маркете. Вот такие вот похожие босоножки я точно видела в новой коллекции Mango. Так что, если вам понравилось, то ищите. Кстати, очки в этой подборке мне не очень нравятся. Мне больше нравятся очки, которые у Хейли. И я сама себе такие сейчас заказала, жду, когда они придут. Заказала их в Shein, и они стоили там буквально пару долларов. Следующий образ, который больше подходит под мое лето, поскольку я живу в Польше, в Гданске, возле моря, где всегда дует холодный ветер, какая бы погоды на улице ни была. Кстати, в прошлом видео мне написали комментарий, как можно на лето рекомендовать покупать кожаный пиджак. Ага, конечно, кто будет носить летом кожаный пиджак. Ребята, я ношу летом кожаный пиджак, окей? Я ношу летом тренчи. Иногда даже могу куртку надеть. Хоть у нас как бы умеренный климатический поезд здесь, но холодно просто жесть, если ветер падут. Особенно, если вы куда-то на море собираетесь. Так что, если я вам рекомендую носить кожаный тренч летом, то, пожалуйста, не жалуйтесь в комментариях, что кто носит такое летом. Да, есть страны, где такое носят летом. Хейли очень классный пример образа, который я бы носила летом. Это кожаный тренч, кроп-топ и брюки с подворотом. Кстати, хоть сейчас говорят, что брюки с подворотом уже не особо актуальны, да? Потому что сейчас больше модные широкие джинсы, white leg. При этом у них очень часто необработанный крой, но все равно в некоторых ситуациях носить брюки с подворотами все еще прям очень актуально. И я думаю, это тот случай, как у Хейли Бибер, можно вдохновиться этим. Если это какие-то вот такие вот строгие брюки, даже немного такие мешкообразные. И этот образ, она опять-таки дополнила очень классным, мешкообразным, крутым клачем. Кстати, образ, который на вот этой вот подборке Vogue, мне нравится даже больше. Даже не сам образ. Мне нравится больше тренч, и мне нравится больше брюки. Все-таки широкие брюки с завязочками вверху покорили мое сердце. Нравится мне больше, чем такие классические брюки с подворотами. Ну, например, вот эти вот туфли в этом образе, который сделал Vogue, мне не особо нравится. У них такой высокий каблук. Они такие очень женственные, что ли, вот прям такие для какой-то взрослой женщины, леди. Я себя такое не особо чувствую в повседневной жизни. Я бы даже не знаю, куда я в них пошла. Вот туфли Хейли нравятся мне больше, потому что у них трендовые завязочки на ногу. Мне кажется, это более актуальная модель, чем та, которую предлагает Vogue. Этот клатч, кстати, фиолетовый, мне напоминает клатч от PINCO, который я хотела себе купить. Я прям выбирала между вот этим вот мешкообразным клатчем и своей белой сумкой PINCO, но все-таки выбрала более классическую модель, потому что решила, что вот эти вот мешкообразные клатчи в скором времени прям выйдут из моды, что, в принципе, сейчас уже и происходит. Я читала об этом в каком-то модном издании. Поэтому классические модели все-таки намного надежнее, если мы говорим про какие-то сегменты высокого уровня, на которые вы прям тратите много денег, то лучше взять что-то более классическое. Но такие клатчи, мне кажется, легко можно найти в вас в маркете. Я думаю, хватит на сегодня мучать Хейли Бибер. Напишите мне в комментариях, понравился ли вам такой вид видео, хотите ли вы такую рубрику, и кого бы вы советовали мне разобрать в следующем. Это может быть какой-то западный транссеттер, какая-то селеба, которая вам очень нравится. Так что я буду очень рада, потому что я в основном слежу за блогерами в Инстаграм, но именно с такими большими селебрити-звездами я очень редко слежу. Как-то мне не особо нравится, как они ведут Инстаграм. Так что пишите в комментариях, мне будет очень интересно. Подписывайтесь на мой канал. И спасибо большое за просмотр. Всем пока! Скажите, пожалуйста, вот вы на протяжении всего видео смотрели на этот пыптик и ничего мне не сказали, что он торчит и живет своей отдельной жизнью? Ну, сами теперь наслаждайтесь им все видео, я ни при чем. Пока! Пока!